Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем видео, как мы отправляемся в Карпаты. Мне кажется, дорога будет прикольная, тем более, что мы едем без остановки 10 часов. 10 часов. Привет, Али. Привет. И всем привет, друзья. Без остановки, в смысле, даже на заправке не ставим? Нет, ну, встанем, конечно. Нет, на заправке можно. Но обычно, когда мы едем в Карпаты, мы заезжаем в Тернополь. В Тернополь, там домик крутой есть. Ты ночевать, типа. Да. Деревянный такой. Но сегодня мы едем прямиком в Еблу-Мельсю. Нас там уже ждут. Мы забронировали гоник. Сразу туда, где мы будем отдыхать. Да. Дорога длительная. Набираемся терпения. Получилось, что мы вчера снимали гонки, соревнования, скорее, что лучше, квадроцикл БРП или джипаппинг. И мы забыли с этими соревнованиями про то, что аренда у нас проплачена была со вчера. То есть уже со вчера мы могли заехать. Вот. Да. Если честно, да. Когда ты занят работой, иногда ты даже не ориентируешься в датах. Вот я уверена была, что 22-е это сегодня. А 22-е, оказывается, было вчера. Вот в чем прикол. Так что бывает и такое. А мы в этом, кстати, едем в Карпан. Посмотрим, Тиш. Если понравится, останемся еще. А в этот домик на сколько? В этот домик на 4 дня. Вещи загрузили. Мы, в общем, готовы. Мы их сжать и все. Снова наш домик. Дверь. Пап, ты закрываешь дверь или да? И, кстати, кота нашего мы завезли в клинику. Там его посадили в клетку большую. Слушайте, такая клетка большая. Как будто бы для большого собаки, да? Потому что его там любят. Так, он везло этот раз. Он у нас здоров, но брать с собой мы не хотели его. Пап, как это он сейчас с нами на горелло будет поднимать? Вот именно. Давай, папа завелся. Поехали. Сейчас, Юрий, дальше. Пап, ты выспался? Вроде бы выспался. Тогда счастливой нам дороге. Пристегиваемся. Нам скучно, и мы решили поразговаривать с БМВ. Вернее, я решила. Хочу проверить, насколько она умная. Привет, БМВ. Привет. Мне жарко, БМВ. Без проблем. Я снижаю температуру. Сейчас станет лучше. Смотрите, у меня температура была 21,5. Как и уковы. А попросил рассказать что-нибудь. Привет, БМВ. Мне скучно. Команда непонятна. Хорошо. БМВ, включи музыку. Попробуйте еще раз или произнесите команду справка. Расскажи что-нибудь. Расскажи что-нибудь. Попробуйте еще раз другими словами. Вот несколько примеров команд, которые я... Какое давление в шинах? Текущее давление во всех шинах в норме. Хотите также узнать что-нибудь о температуре шин? Для продолжения скажите. Да. Да. Температура правой и левой шин спереди составляет 39 градусов по Цельсию и 40 градусов по Цельсию. Температура левой и правой шин сзади составляет 40 градусов по Цельсию и 39 градусов по Цельсию. Привет, БМВ. Я здесь. Что ты умеешь делать? Я ваш личный помощник и полностью нахожусь в вашем распоряжении. Что ты умеешь? Для продолжения скажите. Да. Хватит. Да. Для продолжения скажите. Извините. Пожалуйста, повторите попытку в ноябрь в спокойном окружении. Извините. До свидания, БМВ. Это свежо. Открой тыль. Она нервы трепает не меньше, чем тише. Ну, это значит, что мне можно сидеть как угодно в планшете, я не буду вам трепать нервы. Ты после планшета еще хуже слепаешь. Да я шучу. Вы мне скажите, кто играет со мной? Я. Дань, играешь? Может быть. Давайте делаем так. Кто больше отгадает загадок, тот заслуживает вечером на десерт вкусный. Ну, все так кушают, в итоге будет все десерты. Нет. Только тот, кто больше загадок отгадает. Первая логическая загадка. Стоит богатый дом и бедный дом. Они горят. Какой дом будет тушить полиция? Это загадки с подвохом. Да. Богатый дом и бедный дом. Какой дом будет первый тушить полиция? Два. Я уже понял. А, полиция не тушит дома. Правильно. Один ноль в дальнюю пользу. Будьте внимательны. Это загадки с подвохом. Почему один-один? Мне жена. Такой деловой вам говорит один-один. Дальше. Вы заходите в темную кухню. В ней есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. Что вы зажжете в первую очередь? Свечу, чтобы зажечь потом керосиновую лампу. Слушай, еще раз. Что есть свеча, керосиновая лампа? Вы заходите в темную кухню. В ней есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. Что вы зажёте в первую очередь? Свет. Я первый сказала. Нет, ну там не было, наверное, света. Там не было света. Для того, чтобы зажечь либо керосиновую... Спичку. Во, один-один. Молодец, Тиша. Как дальше? Играем дальше? Как человеку не спать восемь дней? Как не спать восемь дней? Как человеку не спать восемь дней? Не спать? Нет, восемь дней. Вот в чём подводка. Восемь минут. А, я уже... А, человек не спит днём. Просто ему нужно спать ночами, ответ. Давайте папе засчитаем. Папа же тоже играет. Да, давай. Но ты же десертик захочешь, Витя? Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться? Оно летит в воздухе. Точно, да. Оно летит в воздухе. Нужно бросить яйцо на четыре метра, тогда первые три метра оно пролетит целым. Вы участвуете в марафоне и обогнали бегуна, бежавшего вторым. Какую позицию вы теперь занимаете? Первую. Вторую. Да, мы вместе ответили. Ребята, нам осталось ехать ещё двести девяносто девять километров. Это круто. То есть не круто то, что нам ещё четыре часа двадцать девять. Ты балаборить любишь, конечно. Пошёл дождь. Хоть мы его и не ждали, но он решил помыть нашу машину. Пап, это же классно. Нужно искать плюсы во всём. Тупые загадки давайте. Тупые загадки. Я специально перед дорогой не мыл машину. Да? Ты знал, что будет дождь? Так на всякий случай. Ясно. Так, играем дальше. Я вижу, вы дерётесь уже, вам скучно. Давайте играем дальше. Ребят, мы тут играем и думаем, вам надоело это смотреть или нет. Обязательно свою реакцию в комментах оставьте, да? Потому что нам-то прикольно, нам не скучно ехать. А вам интересно вместе с нами угадывать загадки или нет? Мы просто не знаем. Так, следующее, интересное очень. На какое дерево садится птица во время очень сильного ливня? На сухой. Вообще-то я... Почему на сухой, если очень сильный ливень? На какое дерево? На мокрое. Вот, тише угадала. Я вообще-то первый говорю. Что-то у меня мозг сломался и там бороться. А я, я первый говорю. Ну да, я забыл. Дальше. Из какой посуды нельзя ничего поесть? Из дырялой. Ну или разбитой. Из грязной. Нет. Из разбитой. Нет. Ну, типа, ответ тоже тупой, но очень прикольный. Из какой посуды? Да, вот какая посуда, что мы не можем из нее поесть? Ну, а тут ума. Дырялая. Ответить? Дать ответ? Нет. Думай. Думай. Нет. Ну ладно, давай, давай. Давай. Это пустая посуда. Ну да, по факту. Ну да. Наша история закончилась. Надеемся, вам было с нами не скучно. И смешно, самое главное. Да. Хотим подытожить нашу игру. Викторину нашу. Так как угадывали и Тиша, и Даня, на десерт и заслужил папа наш. Думай. Пишите в комментах, как считаете, кто заслужил на десерт. Мне кажется, мы вдвоем, Даня. Ну что, мы оба отгадывали их. Ну, посмотрим. Да, давай. Ну, мама нам предоставит три десерта. Даня. Тиша, рассказывай. Мы приехали. Где мы? Это тот самый воздух. Мы сейчас в Яблунете. Мы провели в дороге 11 часов, и мы на месте. Устали, конечно же, потому что целый день сидя, мы практически не останавливались нигде. Старались ехать, 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 чтобы быстрее доехать, чтобы что-то успеть еще, чтобы увидеть красоту вот этой природы. Посмотрите. Просто завораживает. Очень красиво. Для меня Карпаты – это место силы, место вдохновения. Здесь очень классно. Здесь особенный воздух. природа, которой ты просто не можешь налюбоваться. Так, наша задача – быстро заселиться и поехать в ресторан покушать. На 9 часов вечера мы заказали сауну. Как же здесь красиво у них. Прям глаз радует. Это наши апартаменты. Такой воздух. Я? Давайте вы. Вперед. Не хотите, я. Давайте воду в бассейне, теплая. Воду или же бегу. Ну, короче, что там гулять? Да. Показываем вам бегло. Ну, типа, прикольно. Вот эти вот штучки. Стильно. Конечно. Ну, это единственное, что было свободное, да. Самый лучший вариант. Это, наверное, на четверых человек. Получается, вот, стол, кухня. Ну, все довольно стильно сделано. Здесь такая тоже перегородочка. Есть все необходимое для проживания. Плюс чистенько. Санузел. Душевая. Тут самое классное что есть – это душевая. Почему ты так говоришь? Ну, посмотри. Красиво очень. Вот родительская кровать. О, прибежал. Показывай, что ты нашел. Мы думаем, куда пропал Тиша? Я слышала, ты пошел в водичку. А где, наверное, нашел? А где нашел? Там, как всегда. Смотрите, Тиша уже нашел ягоды. По-моему, сыпал. В общем, место, ну, нормально. А это диванчик раскладной, где будет спать Даня и Тиша. Папа будет спать сейчас. Дай-ка мне манюшку. Если честно, хотели бы на четверых человек побольше места, но других вариантов нету, потому что мы хотели, во-первых, здесь, потому что здесь хороший вид, а все остальное было занято. Тем более, что мы хотим где-то все время быть, куда-то ехать. Смотрите, какой вид с окна. А, смотри, какое небо красивее. Я думаю, нам этого будет нормально. Да, вот мы только что обсуждали этот вопрос. Мы приехали сюда для чего? Чтобы просидеть в номере? Чтобы просидеть в доме? Нет, я хочу гулять по горам. Я хочу кататься на джипах, на багги. Я хочу на рафтинг. Я много чего хочу. Ой-ой-ой, мам, что ты это самое разогналась? Побрал, это офигенно, мама. Пожалуйста, пойдемте в ресторан. Побрал. Это офигенная малина. Пошли. Наш папа очень устал. Мы все еще и безголодные. А нам еще в баню идти. Так баня это отдых уже. Я подумала, что это будет прикольный релакс такой здоровый. А мы после бани можем еще и устать вообще. Ну, посмотрим. Пойдемте. Ну что ж, мы едем в ресторан впритык времени. После ресторана сразу едем сюда в баню какую-то. И что там, сауна, я не знаю, я не разбираюсь. Прям прохладно. Хочется вот так вот с этого вида прыгнуть и полететь. Здесь очень классная терраса. Кофе утром выпить. И вид с террасы просто тоже, конечно, получше. Так, поехали, поехали. Все голодные. Идем. Идемте. Можно было пройтись, но не успеем. Вот это съедобные ягоды. Ну, это черника должна быть. Да? Да. Я тогда беру прозу. Тише, мы едем кушать, сынок. А я уже насобирал тут ягоды. Ребят, мы едем в ресторан поесть, который находится неподалеку. А Тишу невозможно... Что, ты малины насобирал? Покажи, покажи. Малина смотри. Покительная. И что, смотри, сколько людей здесь отдыхает. И они не собирают. Либо они не знают, где собирать. А Тиша, что знает, мы здесь не первый год уже. Мы подружились просто с Оксаной. Да. И все. Тишка, дай. Сейчас я Даню дам попробовать. Даня, она очень сладкая, я уже пробую. Какая маленькая, такая сладенькая. Нужно на завтрак выходить сюда. Папа, папа. Я тяну руку, а ты мне не даешь. Я тяну, а ты мне не даешь. Сейчас себе возьмешь. Очень вкусно. Она крошечная, но она очень сладкая. А у меня очень много. Она на вкус какая-то прям необычная. Слаще сладкая. И такая послевкусие, такая... Кислинка. Вот такая. Вы рады, что мы приехали? Тишаш светится. Это природа, это я, и это одно и то же самое. Одно целое, да? И буквально полкилометра от нас находится очень хороший ресторанчик, который мы просто любим, обожаем. Они готовят мега-мега-мега вкусно. У них и вкусная еда, такая карпатская кухня. Но, я бы даже сказала, на новые мотивы немного. Они рядом с рестораном, видишь, строят номера. Ага, прикольно. Это наш любимый, наверное, ресторан здесь, в Карпатах. И так как мы ели сегодня мало и много ехали, мы проголодались. Ну, в 10 часов ехали, один раз поели. Пончиками и то. Не, ну я перекусил кем-мега-мега-мега-мега. А я пончиком. А бутербродик ты ел, который я тебе давала? Ну, не полностью. Но ел. Даже не полностью. А овсянку утром с яблочком? Так, успокойте. А говори, что ты просто пончик ел. Видишь, какой-то. Ну, знаете что? А люди думают, что я плохая мама. Знаете что, ребята? А. Вот это наш самый любимый ресторан. А самое любимое карпатское наше блюдо, их точнее есть два. Это баныш и бограч. Офигительный островик. Они без нас пошли кушать, быстро побежали. У них здесь так атмосферненько. Очень классненько. Даже есть летняя терраса. В народу тоже есть. Да. Что? Я заказал себе, в общем, вареники с картошкой и грибами. Я никогда не пробовал с грибами, но я пробовал с картошкой. Я знаю, насколько это вкусно. Тем более, украинское блюдо. Я заказала покрач, я его давно не ела. Я стейк с бараньями и чистей. Ну и чай, чай. А папа, папа-брокрач и брокколи. Это ты такой и будешь, я с тобой. Это в день нет. И мы еще дополнительно, мы еще дополнительно заказали брокколи еще. Ну и конечно же шоколадная шишка. А улица уже начинает потихоньку тихоньку. Ждем заказ, у нас лепокколи начинает. Дай мне попробовать. Там просто невероятно. Очень, очень, очень аппетитный. Наверное, я просто очень проголодалась. Миша, а он у вас любит. Я любил. У них особенный болот. Особенный. Я очень люблю у них. Люшка офигительная. Что? Что ты сказал? Повтори. Люшка офигительная. Ешь бограч, а потом еще варенье, да? Давай пополам с тобой. Ты половину моего бограча съедаешь, я половину твоих варенье. Давай? Договорились? Подумай. Подумай. Это мой бограч был. Да, мой. Даня, пока в ожидании. Какие же красивые. Принесли твои препятительные рюкшки. С картошкой. Да, в колье картошка запеченная. И Даня уже тоже поступает для обезья. В Даня им стейк с бараниной. И плюс картошка. Да, потому что я уже наелся, поэтому... Тише, а ты случайно не ждал денег? Возьми у папы коров. Это же коров. Мне кажется, что это коров. Даня, это коров или нет? Вроде да. Должно быть очень вкусно. Пахнет очень вкусно. Это десерт, который выбрал Тиша. Шишка карпатская. Это самый важный десерт. Самая важная шишка тут, короче. Это первый десерт этого ресторана. Ой, смотри, все. А, класс. Вкусовый десерт. Надо брать с малиной. Надо брать с малиной. Обязательно. Здесь сегодня так шумно. Мы здесь отдыхаем обычно в сентябре, когда нету людей. И тогда очень спокойно и нам так комфортно. А сегодня столько людей, это непривычно для нас очень даже. И рядом сидела целая компания здоровая. 2, 4, 6, 12, 14 стульев. И как начинают ржать в этот момент, мы такие... Короче, тут есть что поделать. Вот такая история. Какие классные лежаки. Это холодная вода, ледяная. Это холодная. Очень холодная. Холодная вода. Это чапузи горячие. Сколько градусов? Скорок, наверное. Наверное, я не знаю. Наверное, надо отмануться лучше, а потом бать. Да, да, да. А на втором этаже что, мы не показали. Тише, идем ты пока. А я. Смотрите, что еще есть. Здесь сауна и здесь такие ступички. Поднимаешься на второй этаж. А где-то поездки, поездки на. Дети просто в восторге. Нет, я сниму, давай. Дети просто в восторге. Давай, я не могу. Все так прям на уровне, да, Даня? Ну, типа, да. И тут жрех вытирается, а то все на том, что есть какой-то. Здесь кровать и тюки. 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 Тюки нормально. А запах такой классный. Сено, просто бомба. Ау, тюки. Очень классно. А я на теорию у нас спускаюсь, Даня. Давай, как у нас. Все, проваля. И кровать для отдыха. Короче, очень атмосферно. Тише, аккуратно слезай. Очень атмосферно. Очень атмосферно. Влажно. Но мы для этого сюда и пришли. Чем нашу папу. Он переодевается по там номере. Пришел папа наш. Шорты на лавочке там не оселались. Таня уже в сауне. Ну как тебе здесь? Ну, 64 градуса. Какое? Интересно. 64, это не 90, да? Типа, да. Ну, жарко же, классно. Жарко же. Ты как там сидишь вообще-то? Ну, нормально. Супер, села, не горячо, классно. Что с тобой не так? Папа, стишка, джакули остались? Да, стишка. Я не знаю, детишка уже делается. Папа очень устал после дороги, если честно. Представьте, 11 часов, можно сказать, без перерыва, за рулем. Это, мне кажется, очень, очень тяжело. Требует много концентрации, много внимания. Отправлять, отправлять ничего не будем. Дастан, нам не нужно банка. Думаешь? Ну, а тебя давай добавим. Прекрасно. И воздух такой сухой, просто вообще очень классно. Правда же? Да. Ну, вообще прикольно. Вообще мне нравится. Банька как бы неплохая. И для папы самое то, потому что папа... Сауна, вернее. Папа сауну не очень любит ходить. Но так как ездит в джакузи, может в сауне парню повыть и сразу в джакузи... Неужели Даня нырнет в холодную воду? Ай, не нырнул Даня! Слушай, молодец! Смотри, Даня! Чтобы вы понимали, это реально очень холодная вода. Молодец, сынок! Даня, ну крутой же у тебя брат! Мы отлично попарились в сауне. Пришли домой, разложили все вещи. И свободно здесь тихонечко пьем чай, который у нас в термосе остался моего. Уже, правда, за плавничь, достаточно поздно. Ой, какой хороший. Мне прям классно. И по температуре... А как классно, когда тишина, все вокруг спят и слушают сверчков, правда? Тиш, классно здесь? И луна сегодня. В ручках полной. Таша, а что ты в оборотне не превращаешься? Это смешно было, Тиш. Наш папа уже отдыхает, мы его не беспокоили, не тянули за собой. Я просто, когда выходил искать тишину, Есть луна? Луна там заточилась, например. Я когда выходил искать тишину, Книгу, которая испарилась вдруг, То я понял, что погода хорошая сейчас. И прям уже попить чай. Ставьте лайк, если вам нравятся Карпаты. Я лично послепил бы со всех аккаунтов лайки. Потому что я Карпаты просто обожаю. А еще приезжайте в Карпаты, если у вас есть возможность. Да, это круто. Здесь особенная атмосфера. В общем, друзья, спокойной ночи. Если у вас ночи, то спокойной ночи. Если день, то спокойного дня. Спасибо за просмотр. А мы пошли спать. Да, мы пошли спать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...